всем привет моим друзьям подписчикам и конечно же гостям канала как вы по названию поняли мы в этом видео походим посмотрим поищем грибы ну я вам покажу церковь которую видите сзади на он сзади меня если я не ошибаюсь а мы потом точно глянем церковь построена 18 веке по-моему 80 год до 1880 по моему мы глянем и потом увидим точно ну а так сейчас сходим посмотрим скоро грибы церковь думаю потом под конец видео давайте садитесь поудобнее идем искать грибы ну вот не прошло и пяти минут я уже нашел первые грибы юда со вода никакие грибочки смотрите красавцы какие нафигеть быстро мы их нашли сейчас мы их собираем тут он сайте какие лопухи висят офигеть у нас оттепление они чуть подтаяли эти грибы на нем вообще мороза не боятся как только проходит мороз они опять начинают расти просто замерзают а потом оттепление идет они начинают расти такие маленькие совсем нам не нужно на такие более-менее размером возьмем хорошо дело пошло он смотрите сколько маленьких грибочков все усеяно если я не ошибаюсь и это дерево на котором собираем она по-русски называется можжевельник если ошибаюсь то может так и есть по-немецки называется этот дерево холюндра и некоторые даже его называют холюндропильдс потому что эти грибы они ну в большинстве случаев растут на на этом сорте дерево ой сколько их тут а блин нафигеть и он там наверху смотрите сколько маленьких еще грибочков сколько еще грибов будет классно еще крупненький этот возьмем этих щеглов оставим всех здесь сильно они мелкие вот так ладно ищем дальше о 1 нет листик показалось что это этот гриб нет листик ищем вот еще какой-то гриб нашел вот такой гриб я не знаю тоже мягкий какой-то тоненький снизу вон как он выглядит сейчас краснотой какой-то не знаю что за гриб а вон сейчас он все нашел покажу это фламулина или просто как говорят это зимний опенок некоторые уже старенький старенький мы оставим стоять они уже тоже чуть-чуть перемерзшие все опята а эти пускай споры за свои раскидывают и продолжают расти о опять нашел вот он куст до дерева и вот смотрите вот они они грибочки ну здесь отчет они мелковатые все ну вот это можно взять вот тут от тоже все заросшие вот смотрите вот они вот они везде растут вот они и он наверху но верху по стволу тоже везде грибочки вот они ну все маленькие еще далеко отходить не пришлось а вот ветка на земле лежит и вот хорошенькие грибочки размер более-менее какой-то жидкий совсем пускай висит большой уже ну вылази давай и красавцы сейчас мы наковыряем вот большой снизу ну смотрите красавцы вот тут большой ну хороший свежий вот на тоненькой веточки вода не сидят упал ну вот такой вот веточки росли офигеть ничего ведерки у нас прибавляется классно хожу дальше ищу вот таких вот местах деревья навалены два сорта грибов нам уже будут удалось найти как например зимний опенок и юдос о аукулина по моему по-латински называется вот этот ушки вот эти чего нам еще несколько не сегодня не попадалось так это вешенка для тех жителей кто живет германии острзайтлинг называется вот их что-то сегодня еще ни один не видел ладно будем искать дальше таких зарослях что-нибудь найдем опять какой-то неизвестный не гриб попался древесный не знаю такой вот он давайте один отломаем жестким вот такой гриб не знаю как он называется и растет он на иви похоже а это его пускай здесь лежит можно было принципе не отломать о вода это больше должно быть на макушечке растут где-то должно их больше быть а вот больше что-то не видно по фламулина он беленький маленький совсем а вот вот он маленький такие блин не такие маленькие нам не нужны вот что-то посерьезнее искать это поболее заросли обалдеть такие держит даже не залазим опять какой-то гриб древесный нашел не знаю вот сколько и он там вон у на стволе приближу а то не полезу тоже какие-то грибы растут ну как вот здесь он тоже голове они маленькие они небольшие они маленькие совсем да вот такая вот дорожка ну думаю сейчас придется вон туда вон налезть и посмотреть мы скоро здесь посмотрим возле тропинки мы все ездим а потом туда слазим по-моему лежит заваленный можжевельник сейчас глянем вот нашел но по-моему мы тут не сможем сильно забраться вон они вещат везде ну вот тут вот можно будет некоторые пособирать вроде хороший размер такой нормальный вот такой размерчик сейчас я их чуть-чуть тут выборочно повыклевываю с той стороны не подойдешь там вода блин и все везде это еще вот ежевика это бешеная размером которая колючая как падла ворону с сороками что-то поделить не мог разорались кричат ладно они разлетаются меня наверное увидели да ой кружит кричат тут а все ясно там ястреб они ястреба гоняли вон он летает кружит вот что они тут раскачались ставите ствол такой это ива по-моему и вот он на иве они тоже попадаются эти грибочки но не так как на можжевельники вот они совсем махонькие крошечные тоже они есть на можжевельники короче да вон можжевельник стоит кстати сейчас мы туда залезем посмотрим вот они вау тут много их и покрупнее кстати как бы тут пролезть и блин вон смотрите какая красота вот они грибочки ствол тут вот он немного столько мелких сверху вообще а то вау смотрите сколько мелочи пузатый вот наверху не вижу но тоже наверное что-нибудь есть может и есть но это сильно высоко но сперва вот этими сейчас грибочками тут займемся пособираем вот эти грибочки хорошие такие свежие блин вообще обалденные классные ой уши какие вон какие лопухи блин хорошие грибочки ладно теперь буду щипать его потихонечку красота да не только снизу грибочки покрупнее чем сверху хорошо дайте вырастут дайте вырастут у нас сейчас самый раз вот теперь пошло хорошо я думаю можно сюда через неделю приехать и свободно опять грибок насобирать на сковородку на сковородку не знаю нет но сварить точно хватит сейчас аккуратненько будем здесь собирать чтоб другие не повредить что мы в следующий раз сюда приехали и грибок набрали грибов всяких много но не то что мы ищем а сбоку вот они фламулинки но они старые уже вот они красавцы они уже и крупные такие блин вот смотрите как грибок хороший но старая не пускай растут споры свои раскидываю и вот тоже какой-то гриб непонятно не знаю такой гриб так ну ищем дальше а вон с другой стороны запнем опята выглядывают вон смотрите ох ты нифига себе вот таких я еще не находил офигеть и он хороший кстати он кстати хороший его можно взять офигеть вот он таких здоровых я еще не находил и он еще один висит на пеньке ладно ищем дальше блин эти заросли достали уже что-то ну а смотрите друзья что нашел таких дымовиков я еще не видел офигеть я думал они только осенью и летом растут оказывается они все зимой растут сколько тут по-моему что-то мне знакомое просто гриб уже до того старый что я его узнать не могу по-моему я их знаю они по-моему звездочкой такой летом растут они как вот сейчас нижняя часть вся растворилась только вот макушка где споры выходит она вот эти отставить какой вид кстати вот эти деревья все которые стоят они сухие полностью все засохшие офигеть ну не подобраться там он видите вода здесь вот такие кушары этой блин ежевики это все что видите зеленая это все ежевика это как колерованная как она крупные такие ягоды потом тут короче если кого желание есть может по осени ведрами ее собирать вообще без проблем вон она везде все что вы зеленая видите это все ежевика ладно пойдем мы туда еще сходим посмотрим что там есть офигеть да деревья каких размеров и он сломала его и видать свежая наверное в этом ну осенью в прошлом году наверное ветра когда были тоже сухостой стоит блин офигеть вон дерево какое красивое я даже не знаю что такое наверное дуб так думаю не знаю или по-моему тоже полностью высохший блин ну а так вот везде полно всякой иви узнаем если пройти сможем нет посмотреть вот это массы блин ну к тому дереву мы не пройдем я там вижу там какое-то болото блин по-моему полностью сухое да офигеть дерево полностью сухое ну и болото вон видите вот так вот а тут выглядит а где же грибы блин столько сухостоя а грибов не вижу ну и жалко было если бы я сейчас скажем на вот этом дереве вешенку увидел бы а туда не подберешься ладно ищем дальше что-то куда добрался что-нибудь всегда интересовало здесь как вы можете видеть там озеро вон и все это озеро вот так вот по кругу вот таким вот крутым забором ограждено что-то за нафиг секретный объект не знаю но озеро ну не такое уж большое но все равно вот так вот выглядит вон такое дерево бое вот здорово это же дерево офигеть ну пока еще толком ничего не попалось вешенка так и не хочет попадаться да вот озеро за решеткой да хорошее по размерам озеро скамейка стоит а грибов я не вижу вон на пневмни за какие-то грибы но это не вешенки вот это дерево блин сейчас я на камеру поставлю подойду покажу размеры дерева ну как вам деревце какой-то несъедобный самое главное посмотрим сейчас красивый просто вот дерево вот такое вот оно блин какое-то все непонятное вот грибочки не знаю что за грибы ну красивые белая такая хаемочка классно целая берлога блин в этом дереве и вон тоже какие-то грибы на пне растут я думаю там что я внизу увидел тоже то же самое скорее всего не знаю кто знает пишите хочу загреть вот жесткий жесткий прям такой жесткий жесткий блин значит вниз не пойду там он пень это не вешенка это такой же вот гриб будет вешенку еще я чувствую придется поискать чтобы сегодня найти ладно ищем дальше все елки-палки это единственная вешенка что мы сегодня найдем сейчас знаю откуда тянусь не дотянусь ну да офигеть больше я ничего не вижу покладем их сюда пускай споры свои как вы видите улитки сожрали я вот смотрю сейчас пытаюсь с этой стороны ствол обсмотреть нету ничего вот единственный пучок вот здесь он это был ну и там вроде кое-где проглядываются ну это что это смешно вот это да что-то велики припарковал еще такой розовый бетона накидали здесь вот в принципе сейчас круг дадим и к церкви подойдем я вам там еще покажу так что не выключайтесь будет интересно вот канал Скорее всего, тут щука водится. Очень такие места. Как бы хорошие для нее. Подходим к церкви. Там вдалеке видно. Колокол сейчас по раз. Звонил. О, опять. Сейчас мы дойдем. Церковь большая. Блин. Сейчас попробую вам все показать. Иду, смотрю на воду и глазам своим не верю. Глубина небольшая. Смотрите. Эта рыба стоит. Вон она. Я надеюсь, на камеру видно вам ее. Ну, надумаю, наверное, лещ. А может, и карпы. Нет, скорее всего, лещ. Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Вон они стоят. Офигели. Совсем уже. Вот этого вроде видно вам на камеру. Да. Вон еще один. Вон он плавает потихонечку. Еле-еле движется. А вон еще один там сзади. И вообще, этот табун, блин. Офигеть. Хорошие такие. Где-то килограммовые. Может, даже больше. Ну, не знаю. Сильно разглядеть не могу. Ну, крупная рыба. Блин, да там полный канал этой рыбы. О, они, видите, стоят. Хвостом виляет. Ну-ка, еще ближе. О, видите, да? Чуть-чуть ветки мешают. Там их штук пять стоит тоже. Рыбин. Офигеть. Классно. Вот этот канал, вдоль которого я шел все это время. Тут дорога. И он с другой стороны, он дальше идет. Красота. Да, и только. А мы сейчас вот сюда в воду пойдем. Вот в эту вот церковь. Судя по всему, что наверху чеканка петуха. Церковь католическая. Сейчас мы туда зайдем. Вот, потихоньку подходим. Подойдем сейчас со стороны башни. Часы. О, время пять минут. Первого. Тут вот такой дворик. Там какие-то жернова лежат. Ну, потом могу показать. Сейчас мы посмотрим. Это, наверное, торжественный, самый главный вход был раньше. Похоже на то. С этой стороны мы, к сожалению, не сойдем. Похоже на то, что забор там построили, строительный. Что, чтобы люди не подходили. Что есть возможность, что могут камни вниз упасть. И вон я вижу. Церковь построена в 1895 году. Высотой не знаю какая. Это обалдеть. Ну, очень высокая. Сейчас мы с другой стороны на территорию зайдем. Я вам кое-что там интересное покажу. В саму церковь я не думаю, что мы попадем. Она работает совершенно там один раз в неделю, что ли. И то, когда свадьбы проводят, по-моему. Ну, или такое что-нибудь там. Рождество или что-нибудь. Пасха. Тогда она работает. А так она. В принципе, не работает. Но. Это жернова от мельницы. 1873 года. Не стоит, кто их изготавливал. Вот они лежат. Офигеть. Ну, а такой дворик здесь. А вот вид церкви сбоку. Ангелочки. Вон стоят памятники. Я надеюсь, что дверь не будет закрыта. Что мы во двор. Прямо вовнутрь сейчас. Ну, не вовнутрь церкви, а на территорию зайти сможем. Да, должна открыта быть. Да. На двери просьбу было. Вот. Вот когда проходило. На первый адвент было. На третий адвент было. Ну, и на Рождество тоже было. На Сильвесар тоже открывалось. В 5 часов вечера. Ну, и вот. 22-й год. Когда еще будет открыто. Вот так вот он здесь выглядит. Это памятник стоит. Сейчас мы что-то по двору пройдем. Вот. Захоронение, кладбище. Красота. Вот. С другой стороны тут еще вот вход. Церковь получается. Три входа. Классно. Ну, и вот. Огробный камень. Некоторые, видите, он на полу лежит. Наверное, не сжигали, может быть. А может так, я не знаю. Но он везде. Здесь, короче, лучше не ходить, скажем так, по дворику этому. Потому что травой затянутая. А там, ну, получается, по могилке будешь ходить, что ли. Ухожено все. Не так, чтобы все равно. Церковь не рабочая, но все равно все ухожено. Травку, видать, летом подстригает. Листи убирают. Видите, листьев нигде нет. Все чисто. Я как-то здесь уже ходил. Мы были с супругой здесь. И я находил русские фамилии. Сейчас вот не помню, где они были. Может, даже кто-то из зрителей окажется на фамилии, или еще что-то. Сейчас не могу найти почему-то. Да, я не помню. Просто находили и были русские фамилии. Сегодня почему-то не получается найти. Короче, вот такая вот церковь. И вот такое фридхоф могилки. Все ухожено, все красиво. Ну вот, и церковь сейчас раз с другой стороны. В принципе, я сейчас вам церковь со всех сторон уже показал. Вот так вот она выглядит. Блин, там внутри, наверное, очень красиво. Судя по высоте окон, там вообще высота обалденная. Да. Ну вот, друзья, вот такое вот видео получилось, а я думаю, вам было интересно. Грибов я там набрал, ну, скажем, на хватит суп сварить. В конце видеофотографию поставлю, сколько там грибов. Там вообще на гарнир может быть, там вермишели, картошки. пюрешку сделать, что-нибудь такое. На это хватит. Ну, так, чтобы или просто с картошкой пожарить. Эти грибов тоже хватит. Ну, и все. Надеюсь, было видео интересное. Надеюсь, вам понравилось. Со мной сегодня вот так вот пройти себя, посмотреть. Погода, конечно, никакая. Сырость. Ну, прохладненько. Ладно, давайте, друзья, всем большое спасибо. Всех с наступающим Старым Новым Годом. Давайте, друзья, пока.